всех приветствую друзья объект озера три панели было 12 вольтовое электроснабжение здесь сейчас человек купил инвертор будем его ставить и я вам покажу некоторые технологические решения предохранитель между инвертором и аккумулятором вот такой плавки в таком держателе габарита два нуля очень зарекомендовали они себя маленькие миниатюрные и хорошо срабатывать если вдруг что-то произойдет именно непосредственно в инверторе там что может вызвать короткое замыкание по линии вот именно от 12 вольт до инвертора где-то крепим вот здесь так если пресс забыл дома в поле можно использовать наковальнику молоточек и вот так вот провода сделать для инвертора все четко и надежно аккумулятор соединен теперь автомат сейчас будет искра нету искры хорошо точнее это не автомата плавки предохранитель и теперь включаем инвертор все стартану самом домике здесь была электропроводка сделана еще до меня на 220 вольт уже 12 вольтовую свое время протягивал я соответственно сейчас нужно инвертор подружить с текущей проводкой самого домика и вторая задача это необходимо будет проложить новую проводку по линии 220 вольт под навес и там ее расключить для того чтобы можно было питать отдельной линии там домики с их освещением и освещение непосредственно на столбах вокруг самого озера кабель идущий от щитка и непосредственно от инвертора я применил два с половиной квадрата при протяженности 25 метров и нагрузки полтора киловатта который может до долговременно давать этот инвертор там потери что-то около двух процентов чуть больше процента что-то около двух вольт поэтому два с половиной квадрата сечения будет достаточно здесь два направления я вам напомню это освещение грубо говоря левое плечо до домиков и на столбах и правое плечо это освещение в других домиках и также на столбах так как инвертор у нас полтора киловатта автоматы здесь на каждое плечо я поставлю по 10 ампер для чего для того чтобы если вдруг люди где-то в домике решат поставить чайник электрический просто автомат этот выдал в каждом домике автоматы ставил не я их номиналы я не знаю поэтому я буду предохранять перегрузку оборудование на той линии за которую я несу ответственность здесь помимо того что в этой коробочке будут стоять два автомата по 10 ампер также здесь будет стоять трехпозиционный рубильник для ввода резерва резервом данном случае будет являться бензогенератор то есть люди просто переключив либо генератор либо инвертор все это будет здесь надписи смогут получать электроэнергию и она не пойдет из инвертора в бензогенератор а из бензогенератора не пойдет в инвертор схему вы сейчас здесь видите и по традиции схема будет прикреплена ссылочка в описании два плеча два автомата да будет свет сказал монтер это плечо горит и второе плечо здесь тоже горит то есть сейчас напрямую все прожекторы запитаны они будут оснащаться выключателями либо датчиками движения но уже сейчас по грубым подсчетам 10 светильников разной мощности но средний это вот принимаем 10 ватт один маленький светильничек и того где-то около 100 там 110 ну пусть 120 ватт именно по освещению территории аккумулятор у нас 100 амперный забрать мы можем из него максимум 50 процентов чтобы быстро не убить аккумулятор это всего лишь 500 ватт ну округляя 500 ватт и того получается что эти 100 120 ватт могут гореть здесь безопасно ну максимум четыре часа по приходу энергии здесь вполне все нормально три панели по 250 ватт 750 ватт плюс сейчас зимний угол пусть будет зимой а не давать 700 ватт в чистоте соответственно за солнечный день легко этот 100 амперный аккумулятор зарядиться и даже перезарядиться поэтому я рекомендовал владельцу все-таки расширять аккумуляторы по-простому до увеличивать их емкость и это позволит зимой как бы немножечко растянуть ну плюс опять же беря в расчет что дальше приборы здесь световые будут либо от датчиков движения либо ручным либо таймером как бы включаться выключаться по времени так что я думаю система имеет право на жизнь и сейчас солнышко у нас вот в такой дымке вы видите откуда она падает под каким углом потихонечку мощность раскачивается вот такой вот трехпозиционный вниз будет подключаться инвертор и раздавать энергию вверх будет подключаться генератор ну и соответственно два автомата на домике и на беседке вот так вот вот так вот Продолжение следует...